Проблема нелегальной миграции выстрела и выстрелила сейчас в нас сама по себе, у нас не с неба упала. К этому последние годы бесконтрольное развитие общества и государства шло. И последние несколько лет мы, как политическая партия, как граждане просто страны, уже говорили об этом. Почему? Потому что использование так называемого низкооплачиваемого рабского труда из стран Центральной или Средней Азии было выгодно. С одной стороны, представителям бизнеса, которые платили им копейки, с другой стороны, представителям бюрократии и власти, которые нанимали их на официальные муниципальные работы и так далее. И бесконтрольно сказала, что все будет хорошо, тем не менее, выстрел таким образом, что количество их превысило уже все возможные нормы и рамки и заставило всех задуматься, что же делать. А есть цивилизованные методы. Ясно, что миграция в мире всегда была и существует, но мы в случае с нелегальной миграцией стран Средней Азии должны исходить прежде всего из того, что нужно восстановить визы, трудовые визы, не делать бесконтрольно открытый рынок. Потому что сначала он прежде всего заносил к нам наркотики и заносит наркотики. Потом идет нелегальная миграция и из-за нее рост преступности, недовольство социального напряжения в обществе. Сейчас мы задумывались, пришел период, когда количество переросло в качество этой проблемы. Сейчас мы предлагаем, первое, ввести трудовые визы. Второе, при получении трудовых виз должны те, кто сюда приезжает, носить определенный залог и проверяться на знание русского языка. И вот только после этого должно быть рациональное распределение, где у нас не хватает ресурсов по России, будь то Дальний Восток, крайний Север и так далее, распределять. Также, кстати, действуют и многие западные страны. Миграция туда шла, например, в Германию и США, когда миграционный центр просто смотрели, сколько у них есть заявок желающих. Их определяли не в Нью-Йорк или в Вашингтон, или не в Берлин, а во Франкфурт, а в те города, пусть небольшие и маленькие города, где как раз была нехватка. Вот нужен здесь такой, в общем-то, цивилизованный подход.